Пришел черед еще одного очень важного этапа в прохождении, это сада Минастерита. Приближаются войска Мордора! Готовьтесь к обороне города! А то я не знаю, что нужно готовиться к обороне. Да, и нужно поспешить, конечно же. Получить в свое распоряжение все необходимые чудеса, способности, как они тут называются. Это, конечно же, энтов. И, само собой, приготовить все постройки, приготовить войско. Хотя у нас в распоряжении, я вижу, 310 из 300. Наоборот, еще даже больше войска, чем необходимо. Однако, важно еще и апгрейдить это войско. Очевидно, что оно не апгрейджено, у лучников нет огненных стрел, также нет брони, да и вообще ничего нет. Поэтому сразу же строим фермы. Я думаю, нижний ярус города вполне реально заполнить фермами. Ну, а дальше чуть повыше, в безопасности, в большей безопасности, по крайней мере, чем нижний ярус. Мы построим кузницу, построим рынок, который поможет получать быстрее ресурсы. Также построим казармы, построим стрельбище, да и конюшни тоже нам пригодятся. Все пригодится, все пойдет. Как вы видите, самый настуральный Минастерит перед нашими глазами в нашем распоряжении. Безусловно, все укрепления нужно будет построить также и подготовиться к этой эпичной осаде. Как вы видите, на равнине есть аж 4 лагеря, по ходу дела, противника или как это называется. Хотя, наверное, это не лагерь, это фермы. Сейчас мы все посмотрим, все рассмотрим. Просто подготовка не терпит отлагательства. До прибытия подкрепления у нас 23 минуты, а до того, как войско Мордора прибудет, осталось 6 минут. Это довольно-таки скромная цифра. Если мы не успеем все полностью апгрейдить, то осада провалится. Все ключевые миссии в этой игре являются достаточно сложными. Ну, понятное дело, на высоком уровне сложности. Видите, у нас есть возможность выбирать между башнями и катапультами на стенах. Мы выбираем в основном катапульты. Именно они смогут защитить город от осадных орудий, которые, несомненно, с собой притащат орки. Ну и, в общем, от всех таких бед, плюс тролли, безусловно, придется столкнуться и с проклятыми троллями, с которыми так сложно расправляться нашим войскам. Однако, я вот не понимаю, вот эти бастионы, выступы, к сожалению, мы не можем их апгрейдить. Ну что ж, пускай будет так, как есть. Давайте заведем войска в город, потому что немножечко они расслабились. И постараемся расставить по стенам, равномерно распределить. Плюс наш мелочный пул героев распределить тоже правильно. Самое главное, что Гэндальф есть, это очень важный фактор. Но остальные герои, поскольку Боромер и Фаромер, конечно, пригодятся нам. Однако, они, по сравнению с Гэндальфом, слабы, очень сильно слабы. Вся надежда на подкрепление и, конечно же, на способности, на наши чудеса способностей. И в этом цикле есть желание, даже в нескольких, возможно, циклах, обсудить. Мы часто говорим о фэнтези, представляем это как Властелин колец, говорим о мифологии. Но на самом деле, в средние века было еще одно промежуточное произведение, которым мы обязаны, фактически, даже тем же Властелином колец. И хотя Толкин отрицал влияние этого произведения на его творчество, тут, скорее, он всего немножечко лукавил. Хотя вопрос в отношении отрицания был только отдельного момента, но, тем не менее, очевидно, что множество заимствований из этого произведения было осуществлено всеми создателями фэнтези. В частности, очень сильно опирались на это и современники. Да и опираются и до сих пор. Это такая вот эпическая поэма, средневековая эпическая поэма. Представьте, она была собрана из различных сказок, сказаний, мифологии народов германских где-то приблизительно в 12-13 веке нашей эры. Сразу же оговорюсь, что автор фактически неизвестен. Есть определенное подозрение, что это был какой-то там аристократ-рыцарь, который решил собрать все это в единое целое, все эти сборники, всю эту мифологию, и сделать такую весьма солидную, можно сказать, памятку культуры своего народа. В любом случае, песня о Нибелунгах это, несомненно, одно из таких первых фэнтезийных сказаний, которые дальше определили судьбу самого фэнтези. Больше мифологических сказаний, но, тем не менее, очень сильно повлиявших на то видоизменение, которое вносят в мифологию сами авторы фэнтези. Потому что, основываясь непосредственно на самой мифологии, песня о Нибелунгах очень похожа на творение Джорджа Мартина, Игра Престолов. И тут уж ясное дело, что Джордж Мартин, когда писал Игру Престолов, ясное дело, делал просто кальку, кальку на песню о Нибелунгах. Поэтому, если уже на то пошло, то песня о Нибелунгах это такой себе. Прообраз Игры Престолов. То есть, человек, ну то есть, вот Джордж Мартин, он взял из Средневековья все эти сказания, переначал, добавил в него элементы фэнтези и сделал. До него за 800 лет это уже было сделано в песне о Нибелунгах. К сожалению, неизвестным и недостачтимым автором, в отношении которого есть, в отношении личности которого есть определенное расхождение, ну, по трактовке личности которого. Времечка заканчивается, мы стараемся, но не всегда успеваем. Давайте же апгрейдживать потихонечку наши войска, по крайней мере, расставим более-менее их равномерно. И будем двигаться вперед, апгрейдживая, потому что время весьма-весьма солидно убегает. Поэтому вот такой вот жанр, если бы снимали сериал, первоначальная песня о Нибелунгах, то он бы по крутости ничем не отличался от сказаний Джорджа Мартина, лишь тем, что он был бы более правдоподобен и основан фактически полностью на реальных событиях. Лишь очень легко и даже, я бы сказал, туманно приукрашенных. В принципе, там как таковых фэнтезийных элементов крайне мало, меньше даже, чем у Джорджа Мартина. Там нету никаких мифологических существ. Опять же, не путайте с Кольцом Нибелунга, то есть с последующими произведениями основанными на песне Нибелунга, потому что Кольцо Нибелунга – это цикл из эпических опер, которые относятся к Вагнеру, и поэтому никак, ну, связаны только по смыслу с песней о Нибелунгах. Песня о Нибелунгах – это, безусловно, основное произведение, на которое стоит ориентироваться, ну а у Вагнера – это всего лишь интерпретация этого произведения, причем весьма вольная интерпретация, которая во многих моментах не согласуется вообще с песней о Нибелунгах. Хотя сама песня о Нибелунгах тоже не дошла до нас в том первоначальном виде, где есть определенные споры. Как очевидно, за 800 лет многое могло измениться, какие-то записи были искажены, потеряны, извращены, но все же в основном исследователи приходят к определенному канону. Что ж, началось, пришло войско Мордора, и я думаю, сейчас начнется жесткая борьба за Минастерит. Давайте сейчас сразу же встретим этих ребят приятными сюрпризами и постараемся воспрепятствовать их постановлению лагерей. Так как чем больше мы одолеем элементов войск противника... Ой-ой-ой, вот это надо было лучше сосредоточиться на этих осадных орудиях. Возвращайтесь, друзья, возвращайтесь, потому что осадные орудия способны поломать всю нашу оборону. Эти-то оркцы и так полягут. Вот, а войска... Дело серьезное. Ну и плюс лагерь, с которого они будут получать помощь. Безусловно, будут из-за границ карты постоянно найти дополнительные вражеские войска. Но из лагерей построенных они тоже вполне способны устроить нам сюрпризы, очень плохие. Поэтому было бы неплохо сосредоточиться на том, чтобы воспрепятствовать. Так, а кого это вы пропустили? Друзья, возвращайтесь, я вас прошу. Пожалуйста, возвращайтесь. Только давайте вот эту вот осадную башню тоже уничтожьте, чтобы вообще угрозе стен не было никакой. Стенам, вернее, угрозам не было никакой. Люди Востока вступили в союз с Мордором, это я знаю. Друзья давно уже там заделались с мордорыльскими ребятами. И снова же подчеркну, что по песне о Нибелунгах можно снять покруче сериал, чем Игра Престолов. Скажем так, там даже больше, я бы сказал, таких жестких отношений, интриг различных, различных жестоких, очень сильно предательств и всего другого. Поэтому выглядело бы даже это более-более так жестоко, чем Игра Престолов. Так, Джордж Мартин, по сути, все, все, я не знаю, там процентов, наверное, 60 своих произведений взял из песни о Нибелунгах. Вот что значит быть хорошим исследователем древней литературы. Как известно, ничто не новое под солнцем, все уже когда-то было изобретено, другие люди лишь это могут в какой-то мере улучшать, апгрейдживать, но не более. Хотя заслуга, несомненно, таких людей, как Толкин, как Джордж Мартин, то, что они дали новое дыхание старым произведениям, создали какие-то свои определенные миры, все же они трудились. И, тем не менее, не стоит им полностью приписывать эти заслуги, не стоит забывать старых, древних, добрых авторов. Вы представляете, что в средневековье этот автор собирал эти рассказы? Ну, начнем хотя бы с того, что они народные, эти рассказы, мифология, которая существовала уже полтысячи лет. Да каких полтысячи? Семьсот лет, потому что истоки мифологии, которые относятся к песне о Нибелунгах, они ведут свое время от Атилы. Как вы знаете, в 437 году скачался вождь гунов Атила. И как раз Атила является прообразом, и вообще вся эта ситуация вокруг кончины Атилы является прообразом песни о Нибелунгах. Каким образом, мы разберемся с вами далее. Сейчас обратим внимание на осаду. Давайте, наверное, сюда поближе подтягивать какие-то резервы. А может, пока не стоит? Вроде бы атака спала. Нет, все, продолжается дальше атака. Наша задача это по центру хорошо противостоять, хотя они могут и по бокам очень легко переориентироваться и взять. Но мы сделали себе крайне полезную услугу, что уничтожили сразу же все осадные орудия, плюс уничтожили лагеря врага. Теперь не будет помощи. И теперь, я думаю, мы сможем справиться без особых трудностей и проблем. Плюс есть у нас Гэндальф. На всякий случай, если что, он сможет обстановку повернуть в нашу сторону. Есть у него способности, непосредственно геройские. Вот так, например. Пока все развивается удачно. Наши способности общие, они обратно же накапливаются. Скоро мы сможем призвать на свою помощь эльфов. Скоро сможем призвать... Ой, как-то ордцы не сильно испугались сбора мирского рога. Видимо, он действует на определенное количество существ. И призвать рахерима всадника. Не тех, что собираются к нам прийти позже на помощь, а тех, что мы можем в рамках этих, как я называю, чудесами. Потому что способности они могут быть у героев и могут быть общие способности. Не хотелось бы их путать, поэтому называю это таким образом. Более понятным, чудесами. Еще с назгулами разобраться. Но с назгулами без огненных стрел никак не получится разделаться. К сожалению, вы видите, что не все способности нам удалось апгрейдить. Потому что для этого необходимо заказывать войска. В казармах и стрельбищах. Так как у нас было уже полное накопление этих войск, мы не смогли этого сделать сразу же. Из-за этого пользуемся такой побочной помощью. Пока все спокойно, в расслабленном режиме. Никаких... О, вот это уже не расслабленный режим. Тролли, ребята такие серьезные. Врата у нас очень хорошо стоят, но все же, все же. Гэндальфу, наверное, нужно приказать его уничтожить. Давайте уничтожим этого тролля. Умри. Все, готов. С одного удара выносит Гэндальф все подобные твари, кроме мумаков, пожалуй. А вот и нас будет. Ого, катапульты, как же мы пропустились. Снова я допустил ту же самую ошибку. Нужно было в тылы посылать Рахеримов. А так они притащили свои катапульты и... Ой-ой-ой-ой. И сейчас могут нам нанести серьезнейший ущерб. А тут еще и Назгул прибыл. А конницы не способны ему сопротивляться. Друзья, давайте же Назгул осмиряйте каким-то образом. К сожалению, да, лучник не апгрейшен, и поэтому против Назгула слабо. Сражаются. Ой-ой-ой, сколько катапульт притащили. Вот это друзья решили обстрел устроить серьезный. Да. Так, надо как-то пожертвовать конницей, потому что мы можем потерять всех защитников крепости. Из-за проклятых катапульт. Ой-ой-ой. Еще и огненные катапульты. Самое плохое. Назгул, конечно же, с нашей конницей разделается. Ну, хотя бы частично мы сможем отбить врага. И его тяжелое вооружение, которое так жестоко... За которое так жестоко мы платим. Ого, еще и пробрался. Вы смотрите, какая гадость. Гэндальф, а ну туда быстренько разберись с проблемой. Ну, друзья, давайте добивайте. Еще не хватало, чтобы эти твари натворили делов. Есть, одно есть. Там, я думаю, разберутся. Здесь у нас вообще все хорошо. Ну, а тут ряды поредели, безусловно. Еще и тролли регулярно подбираются. Гэндальф, назад, назад. Разберись с этим троллем. Я тебе умоляю сделать что-то с ним. Жалко ли Галаса нету. Он этих троллей клепашит только так. Наконец-то мы можем заказать войско. И произвести какие-то апгрейды. У нас осталось почти 9 минут. Но снова же мархеримы могут проблемы не решить. Вы знаете, что подкрепление может подойти весьма слабое. Из-за того, что мархеримов как-то не особо развиваем в последнее время. Работаем гондорскими армиями. Все, с этим троллем покончено. Гэндальф эта способность весьма-весьма полезная. Друзья, разрушайте осадные башни. Вы что? Никакого риска не должно быть. Хорошо, что пехоты у врага нет. Иначе бы он уже давно забрался на стены. Нет, вот как раз, как раз они стараются весьма серьезно. А тут только лучники. Да, одно завалили. Однако здесь, наверное, так легко не получится справиться. Еще и назгулы. Сколько же их будет? Все семеро, что ли? Пока мы их не перевалим в этой битве. Комплект назгулов. У нас и противопоставить нечего. Лучники. Но опять же, лучники. Ха-ха. Без огненных стрел. Я встану на защиту гондора. Ну, Боромер тупит, протупляет причем. Вы видите, не всегда они автоматом пользуются герои своими способностями. Потому что иногда не понимают, не ориентируются в ситуации. Ого, новая партия. На этот раз еще серьезнее с таранами. Друзья, помешайте. Так, скоро мы получим новый комплект альфа-фуэра Херима в свое распоряжение в виде чудес. Блин, а эти катапульт, они надоедают конкретно. Нас разрушили здесь катапульт. Да и здесь тоже. Ого. Серьезная проблемка. И тут тоже. Ну, что же это такое? Отлично. Стрельбище улучшено. Но самый важный вопрос, это остановить тараны. Потому что они могут победить очень сильно вратам. Тогда уже нас ничего не спасет. Здесь тоже весьма измельчали наши ряды. Давайте перейдем сюда, переведем подкрепление. Поближе. Ну и, 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 и все хорошо. Все хорошо, никаких проблем не возникает серьезных. Единственное, это назгулы. Назгулы не будут решены, пока не разберемся с огненными стрелами. А с огненными стрелами мы сейчас разберемся. Только давайте восстановим все защитные сооружения на стенах. А вот теперь очередь огненных стрел. Где там они? Есть. Нет, это пехота. Вот лучники. Давайте обгородим до огненных стрел стрельбища. И тогда продолжим. Кого это они там? Ага, конницу. Ну нормально, пока с этим разбираются. У меня, ого, увидели, взял. Ай-яй-яй-яй, что он там сделал? Разорвал или что он там сделал? С тем бедным рахеринцем. Вот это жестоко. Жестокие твари. Как же они уже достали. Зачем же вы такие порождения Мелькора? Выродились уродцы. А тут еще и запасы стоят. У них еще и подкрепление дополнительное. Для последнего, наверное, броска, рывка. Эх, наверняка еще стоит ожидать и их харадримов. Со своими мумаками. Это как пить дать они прибудут. Обязательно не применут. Отметиться в этой битве. Ну что ж, будем их ждать с распростертыми руками. Возможно, вот как раз рахеринское подкрепление на этих тварей пойдет. Пока ситуация более-менее стабильна. Главное, что враг не прорв... Ой-ой-ой, не прорвался. Я только об этом сказал. А они... Они как раз и прорвались. Гэндальф, уничтожай таран, пожалуйста. Да, хоть... Ой-ой-ой, еще и четверо троллей. Таран. Друзья, давайте-давайте. Давайте улучшайтесь и вперед. Еще и Мордорское Всевидящее Око. Гасит наших лучников. Они не могут сопротивляться. Да, друзья, врата потерять нам не стоит. Я даже не знаю, может быть, открыть их, чтобы они перестали их лупить. Так, одного... Нет, этого тролля не залупили. Давай, Гэндальф, еще одного. Куда же ты? Нет, к сожалению, это он не может примить. Ого, вот это уже серьезно. Это то, про что я говорил. Это Мелькора. Часть молота Мелькора, который откопали из подземелья и тащат на осаду Минастерита. Вы помните, мы об этом разговаривали. Тот таран, как он там называется на Гэка? Как-то Гарот или как-то еще? Жестко так называется. Я, к сожалению, не помню. Блин, а как же его остановить, этот таран? Я даже не представляю. Ого! Ой-ой-ой-ой, какой он ущерб. Наносит сразу же открывать. Нужно врата как-то заблокировать. Иначе без врат нам некуда деваться. А что ж такое? Почему я огненные стрелы не могу апгрейдить? Лучников, несмотря на то, что уже они исследованы. А видите, какой расклад получился? Интересно. Нет, не пробегают. Я думал, загородит таран врата. Нет, у них есть возможность пробегать, но пускай так. Хотя бы мы врата не потеряем. Давайте Гэндальфа вниз. Всех остальных, чтобы они могли сопротивляться. Всех вниз. Пускай там создастся некоторая пробка. Главное, харадримов не пускать. Они все равно пройдут. Нет, застряли. Вы смотрите, оркцы застряли. Там как раз замедлились. Но все равно так легко это нам не дастся. Блин, и этих друзей нужно вниз уводить. Ну давайте же уничтожать этих оркцев. Они еще и опытные отряды приводят. Да что ж там такое? Почему огненные стрелы мы не можем получить в свое распоряжение? Я никак не пойму. Что ж такое? Это специальный запрет, что ли, на этот штурм? Почему так происходит? Я все-таки не могу зафиксировать. Истоки этой проблемы. Гэндальф пал. Это самое плохое, что могло только случиться. А, как интересно. Я не понял, что я могу здесь конницу. А, это конюшня там, на той стороне. Вы видите. Вот это немного неудобный момент, что приходится тут двигаться. Они попытались в рамке одной карты вместить все эти строения. И поэтому правление хромает, конечно же. Но все же проблема не решена. Гэндальф погиб. Самое плохое, что могло тут произойти. Закрываем врата. Хоть это, возможно, нас спасет. Потому что враг здесь уже смог прорваться по всем направлениям. И самое печальное, что остановить его некому. Только Боромер и Фаромер, которые, скажем так, против вражеских героев не сильно способны противостоять. Ого, тут уже скопилась какая... Какая рать. Ну что ж, призываем на помощь наших союзников. Пускай они разбираются с окружающими врагами. Я вижу, что новой волны пока нет. Это хорошо. Но теперь нам как-то нужно разобраться с вот этой вот бандой диверсантов, которые смогли прорваться за врата. И апгрейдить всех остальных. Честно говоря, печально, что не смог я улучшить. Ой-ой-ой, что за звуки такие соседские? Такие ремонты, конечно же, жесткие, брутальные иногда делают. Что дома вполне способны завалиться. Ого. Удачно, конечно, начали не сверлить. Но, тем не менее, мы осаду Минастерита в любом случае закончим. Я думаю, что этот звук будет виден очень побочно. Так, на грани где-то там, на периферии. Надеюсь искренне, что так и будет. Хотя надежды мало. Ну да ладно, в любом случае, наша миссия продолжается. Скоро сможем призвать всадников Рохана на помощь. И пока все у нас выходит. Жаль только Гэндальфа. И я не могу найти, где его заказать. К сожалению, если бы возможно было его возобновить, существование на этой карте, это было бы весьма кстати. Но, жаль, жаль, не будет это реальным. Фактически мы так сосредоточились на этой осаде, что не смогли поговорить и объяснить о Нибелунгах. Я думаю, что еще успеем. В любом случае, до конца игры есть время. Почему именно Кольца Нибелунга? Почему я не начал обсуждать еще что-то из токеновского творчества? Скажем так, мы еще вернемся к его творчеству. В общих чертах мы большинство моментов уже смогли рассмотреть, обсудить. Не только в рамках этого прохождения, но и в рамках других прохождений. В прохождении тех же героев. Да, мы говорили о его судьбе, о его личности, о его друзьях. И также в прохождении... Чего мы там? Века мифологии частично затрагивали. Ну и здесь. И еще у нас будет, несомненно, когда-то мод на Total War. Третья эпоха, Third Age Total War, которую мы будем проходить. Но это в будущем. Так, у нас здесь есть запасные подкрепления, поэтому давайте сведем их в одно. Войска у нас наконец-то появилось максимальное количество. Да и энты вполне, кстати, смогут остановить врага. По крайней мере, троллей. Призываем Рохан на помощь. Я хранитель Знамени Гондора. Ух ты, серьезное такое количество. Ой-ой-ой, это хорошо, это очень хорошо. Пригодятся. Единственное, что им нужно будет с самого начала уничтожить... ...эту тварь. Назгула. Со своим всадником. Готово. Супер. Одного Назгула уничтожили, но второй сразу же приближается. Да, огненные стрелы, безусловно, с этими ребятами разбираются намного побыстрее. Там и эльфы пришли, вы видели? Частично и эльфы пришли. Ого, вот это да, вот это... Вот это эти харадримские ребята, серьезные друзья. Опытные, опыта набрались. И, конечно же, способны конницу перемалывать в огромных количествах. Но, тем не менее, мы расправились. Жаль, получается, я остановил нашествие... ...орков. И они не смогли расчехлить еще два лагеря, что ли. Или харадримы не смогли расчехлить. В любом случае, мы смогли воспрепятствовать этому расширению потенциала вражеского. И это весьма радует. Да, добивайте этих тварей. Так, а вот и харадримские... ...мумаки. Друзья, друзья, сюда, сюда, сюда. Принвижайтесь. Так, лучника Мумака нужно уничтожать. Это самая основная плохая цель. Которую только возможно увидеть на этой карте. Почему я говорю вообще о брутальности песни о Нибелунгах? По сути, все, что там описано, оно описывает интриги. Это самая настоящая игра престолов. То есть, не та, что у Джорджа Мартина больше фэнтезийная. А самая настоящая игра бургундских престолов. Которые вот в саксонских землях, в германских землях, воюют за влияние, за власть, за авторитет, за прибыли. И эта война, она перед нами раскладывается в таком же виде, как приключения различных греческих героев в Илиаде. Почти один в один выходит все это описание. Очень похоже. Единственное, что здесь намного больше скандинавского брутала, темных ноток и, несомненно, весьма негативных исходов. Да и вообще, эпилог игры, как таковой, игры, я уже игрой это называю. Эпилог этого повествования весьма негативный, полностью негативный. Песня о Небелунгах вообще полностью пронизана вот этим вот скандинавским, можно сказать, обречением, унылостью, тотально негативным исходом. Наверное, Джордж Мартин очень умело подражал этой песне о Небелунгах, потому что любит убивать, во-первых, главных героев и любит показывать, что никто не является таким уж совершенным. Все плохие, типа, и все заслуживают плохой участи. С одной стороны, немного литературное перекручивание, такое акцентирование на особо ярких, каких-то негативных чертах. Но, тем не менее, имеет определенное основание, особенно если учитывать то время. Ну и саму конкурентную среду среди средневековых монархов, вассалов. Основные принципы и нотки, ведь в самом произведении песни о Небелунгах, это именно такие. Вассалитет, отношения между вассалами и господинами, дворцовые интриги. И тема верности. Верности господина, верности мужа, верности жены. В общем-то, вот такие общие моменты. Да, вот нашу роханскую армию, роханскую помощь полностью перемололи. Я бы не сказал, что это очень хорошо. И сейчас, сейчас, наверное, этот тролль все-таки доберется до Эовин. К сожалению, да. Между прочим, сама Эовин, это тоже прообраз такой валькирии-воительницы, который под кальку, причем под прямую кальку, в частности, и то, что во время ее битвы с Назгулом поразил. Блин, и Эовмера сейчас замочат. Нет, смогли мы тролля замочить, отлично. Эовмер еще и выжил. Эовин, правда, не выжила. Ну, хоть король Эодрит, Теоден, вернее, король выжил, то хорошо. Однако сейчас все же до него доберутся, мне так кажется. Нужно им убегать, убегать, и причем очень быстро. Надо открыть врата и завести героев, чтобы они выжили. Так вот, Эовин сама по себе, как прообраз такой валькирии, и как раз одной из героинь в песне о Небелунгах. И именно ее паралич, который нападает на нее после битвы с Назгулом, то есть она в сон погружается, это тоже оттуда. Это те же самые мотивы из песни о Небелунгах. Ну и, понятное дело, потом все эти мотивы перекочевали, то есть многие элементы по ходу того, как я буду рассказывать суть этой песни о Небелунгах. Вкратце я расскажу, там очень много подробностей. Это все равно, что пересказывать Илиаду, то есть лучше ее почитать. Вообще крайне рекомендую песню о Небелунгах почитать, потому что вы узнаете там множество мотивов. По сути, есть это такое опорное средневековое произведение, на которое опирается вся литература впоследствии западной цивилизации. Поэтому читать такое, читать переисточники, ну, первоисточники для тех, кто вообще интересуется историей, это, конечно же, я думаю, обязательно. Такие произведения, как песня о Небелунгах, различные там Беовульфы, ну и множество других тоже произведений, которые мы будем обсуждать, читать, мне кажется, просто 100% нужно. Итак, что, что, что же дальше? У нас должен быть определенный потенциал для того, чтобы сделать вылазку. Игра не закончится до тех пор, пока мы не истребим полностью лагеря врага. Мы смогли ослабить их атаку, однако есть у них Назгул и еще два Мумака. И вот с этими тварями никак не выйдет справиться просто так. Плюс постоянно поступают, как вы видите... Ой-ой-ой, они все-таки выломают наши ворота. И смогут прорваться. Да, мне так и кажется. Самая большая опасность составляет этот тролли. С ним никак не получится по-мирному разобраться. Эх-эх-эх, и Гэндальфа нет как раз, и неоткуда его взять, неоткуда нанять. Ну что же. Давайте опять сделаем вот эту вот хитрость. Раскидаем врата, откроем, чтобы пожертвовать определенным количеством наших солдат, но сможем, по крайней мере, получить в свое распоряжение передышку небольшую, которая, возможно, нам поможет. Безусловно, поможет выжить. Давайте закрывать сразу же. Ой-ой-ой. Да, эти гады наносят громаднейший ущерб, и никак с ними не совладать. Ну а горки будут лезть до тех пор, пока не уничтожить их лагеря. Ого, опять помощь какая-то прется. И опять, наверное, когда там еще есть тролли. Ну что ж, давайте готовиться к высадке. Сейчас посмотрим, как у нас добавятся роханские чудеса, садники Рохана и... эльфы. Мэри, конечно, такой молодец. Вовремя ты собираешься перекусить, дружище. Рановато, я думаю, это делать. Давай сначала победу. Своё распоряжение получим. Это и то хорошо, что мы выстояли, скажем так, и выстояли весьма успешно, потому что, насколько я помню, когда первый раз играл, это... Я знаю, что я часто эту фразу употребляю, насколько я помню, что я первый раз играл. Ну а как по-другому сказать? Я даже не знаю, не представляю это возможным. Так вот, у меня было вплывание такого, что я на втором ярусе уже боролся с друзьями, с этими нашими меньшими. То есть, оркцы так серьёзно прорвались, и я был почти на последнем издыхании. Даже, по-моему, не с первого раза прошёл эту миссию. Тем не менее, здесь уже такое себе... Такая вылазка. Матч-реванш. Сразу же сделал, и всё нормально. Есть, мы завалили оба тарана. Это многое значит. И... Главное, тролли. Тролли. Энты весьма солидно взялись за троллей. Хотя и тролли их достают быстренько. Так, ну всё, теперь пора... Упор сделать на лагерь. Сидите за мной, и ваша клятва будет исполнена. Ух ты, и Арагорн прибыл, и Гимли, и Леголас. Во, теперь мы справ... Ага, с армией мёртвых, точно. Ну, друзья, всё, вам конец настал. Да, армия мёртвых прибыла. Ой-ё-ёй-ёй, какое громаднейшее количество. Я думаю, что теперь волноваться вообще не за что. Всё, с нашими врагами покончено однозначно. И плюс мы смогли удержать Гондор. Удержать врата. Всё, всё, в общем, у нас супер. Я не знаю, сможет ли армия мёртвых допрыгнуть до Назгула. Однако Леголас, мне кажется... Ой, да, сразу же Назгул умер. Прикоснулся к армии мёртвых и умер. Ой-ёй-ёй, они просто переваривают всё. Вы посмотрите, что сейчас произойдёт. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот это эпик. Они его растворили, как в кислоте. И второго. Жёстко. Конечно, не показывают Леголасовского трюка. Ну да ладно, с Мумаком. Пускай так будет. Новая партия идёт. Сейчас, сейчас, ребята, погодите. Сейчас к вам прибудет армия мёртвых в полном составе. Ну-ну-ну, не задерживайтесь, давайте. Потому что... Потому что вы врата вполне способны... Под пробить. А я так понимаю, это влияет на общий исход. Мне хотелось бы побольше очков заработать за эту победу. И сделать её более-менее чистой. Жаль, конечно, мы Гендерфа потеряли. Ну что ж, кем-то нужно было пожертвовать. Была очень опасная ситуация. Которой мы бы по-другому не справились. О, и там армия мёртвых сразу же этого тролля забодала. Осталось чуть-чуть, да! Всё. Я думаю, мы победили. Причём весьма героический. Гондор остался за нами. Вернее, Минастерит остался за нами. Ну и, само собой, Гондор тоже. Отважные воины, повергли армию зла. Честно, не так уж и трудно было. Я ожидал больших трудностей. Ну, что ж. И то хорошо. Хотя, осада Хельмовой Пади у меня была более такая критическая. То есть, больше проблем возникало. Таких на крае лезвия бритвы. Блестящая победа. Супер. Сила плюс... Ого, ничего себе. 8 силы заработали. Это хорошее пополнение в нашу копилку. Отлично. Между Хранителем Кольца и Роковой Горой стоит армия Мордора. Если она не покинет Мордор, Саурон обнаружит хоббитов и заберёт кольцо себе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok